Добрый день, уважаемые любители и профессионалы физики! Сегодня у нас очередное занятие по эфирной теории. Мы рассмотрим небольшую лекцию, вот её название. Лекция 8. Волновые процессы. Основы развития Вселенной. После того, как мы рассмотрели в предыдущих темах, правильное понимание природы связано с тем, что первичным является теория, а эксперимент лишь подтверждает её. Сегодня в науке всё наоборот. На основе, как правило, ошибочных экспериментов создаются теории, ведущие к тупиковому развитию. Для решения проблем во внешнем стал сложный математический аппарат, который не способен найти простые и ясные знания о природе. Конечно, большая роль математики при решении прикладных новок в создании новой техники, особенно в оборонной промышленности. Но мы говорим о фундаментальной науке, где к пониманию природы на первое место вышла математика. Но при опоре лишь на ошибочные эксперименты и постулаты никакие совершенные матаппараты не помогут. Идёт лишь поток публикаций, подсоцифируемости которых судят о первенстве науки в передовых странах. Итак, давайте конкретно рассмотрим нашу тему. Мы ранее показали, что в основном веществ лежат только протоны, электроны и эфиры между ними. Стабильный положительный протон и отрицательный электрон состоят только из эфира, сжатого при ударе эфирной массы кванта энергии от частиц. Это наблюдается в кампе Пельсена, но и в других случаях. Внутри этих частиц протона, электрона, не существует никаких других частиц. Они сами только состоят из эфира. Далее, понимание эфира даёт нам ответ на вопрос о тёмной материи. Мы говорили это, что действительно вся масса эфира, находящаяся в космосе между макротелами, она даёт прибавку к общей массе, и это тёмная материя. Её никак не могли найти, мы говорили об этом. Путаю путь, что ищет частицы. Но мы показали, что эфир такой, он без, не имеет частиц, поэтому он легко пропускает любые волны, не отражая их. Теперь дальше. Любое тело, макротелы, излучают эфирные волны, волны с широкого диапазона, зависящие от структуры, молекул, массы, температуры тела. Вот здесь показано, скажем, Земля и Солнце на примере. Так вот, макротелы, Земля, она тоже излучает свои волны. Ну, диапазон, конечно, не такой, как Солнце. Но, излучая эти волны, она теряет свою массу, потому что волны не уводят энергию, и масса, которая уходит, можно определить, энергия, делённая на все кадры. То есть, любое тело. То же самое и Солнце излучает. Ну, более высокой частоты, мы знаем, от лучей идут. Но, тоже это громадное тело излучает. Итак, все тела, какие бы и не были большие, они обязательно излучают энергию. Тот или иной диапазон волн. Отсюда ясно сегодняшнее ошибочное представление чёрной дыры вследствие непонимания природы излучения света. Далее. Далее. Падающие лучи температуры Солнца со сведущей энергией увеличивают, естественно, массу Земли, то есть, то макротело, куда они падают. Таким образом, вот в таком секторе, вот, как здесь закрыто, солнечные лучи излучают энергию, да, землю, макротело, макротело Земля, но Земля тоже излучает свои лучи в эту сторону. всё это происходит между макротелами именно вот в таком секторе. и вот эти волновые процессы обеспечивают энергетическую и материальную связь во Вселенной. Эта связь соответствует символ взаимного притяжения Манетона. Далее. Понимание волновых процессов согласуется с семи личной системой развития четвёртых элементов природы. Вот, например, эфир, воздух, вода, земля. Эти элементы природы возникли нашей на Земле и Солнце, то есть благодаря энергии, получаемой от Галактики. Но пройдут миллиарды лет, когда Солнце перестанет получать волновую энергию извне, наступит нисхождение указанных элементов по вратном порядке. Земля, вода, воздух, эфир. А дальнейшее уменьшение плотности эфира дойдёт до такого состояния, когда через этот пространство не будет проходить свет подобно тому, как звук не проходит через пустыню. и этого можно назвать чёрной дырой. Давайте сделаем один вывод общий, что волновые процессы обеспечивают энергетическую и материальную связь между мокротелами Вселенной. Вот это всё здесь написано, если не было услышано. большое спасибо за внимание. спасибо. 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 Продолжение следует...